Челябинск Такую картину сегодня наблюдали жители Челябинска. Яркая вспышка в небе и канонада оглушительных взрывов. Метеоритный дождь начался рано утром. Сообщения о падении метеорита начали поступать из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. Вспышки в небе видели жители Башкирии и Оренбургской области. Эти кадры сняты видеорегистратором в районе Челябинска. Отчетливо видно, как объект входит в атмосферу. Скорость движения огромная. Затем вспышка и в небе остается только след. Огненный, пролетел огненный шар вот такой вот. И ослепило, и жарко-жарко стало. Мы аж под баки мусор выкидывали, ребята. Вдруг площадь внезапно осветилась ярким-ярким светом. Так, ну вообще не стандартным светом таким, необычным. Уличные камеры видеонаблюдения на перекрестках Челябинска. Оптика даже не может уловить это свечение. Следом по городу ураганом идет акустическая волна. Стекла вылетают в зданиях по всему Челябинску, в детских садах и в школах прямо во время уроков. Ну что, ребята, счастливо вам! Счастья! На этих кадрах видно, что сотрудник склада чудом остался жив. Вырванное стекло пролетело в считанных сантиметрах. А вот так волна от падения метеорита срывает стальные ворота, словно они из бумаги. По последним данным, число пострадавших в Челябинской области превышает 700 человек. Среди раненых дети, школьники и студенты челябинских вузов. Самые крупные разрушения на территории Челябинского цинкового завода. Здесь снесло часть кровли одного из цехов. Пострадали и помещения Южноуральской ГРЭС. Радиационный фон в регионе остается в норме. Метеорит застал врасплох и наших коллег. Репортаж хотели снимать совсем на другую тему. Это произошло несколько минут назад. Это произошло буквально 5 минут назад, когда мы вышли на улицу, увидели яркую вспышку, посмотрели в небо. И вот как раз на этом месте этот объект раскололся на части и полетел дальше, в ту сторону. Затем через несколько минут после яркой вспышки мы услышали целую серию очень громких взрывов. Ударная волна дошла до нас. Стекла в манеже Уралгук повылетали. Связь телефонная оборвалась. Почти 3000 многоквартирных домов оказались в радиусе поражения. Взрывной волной было выбито более 100 тысяч квадратных метров остекления. Когда я посмотрела и отошла, вышла туда ближе к коридору, вырвалась вот эта дверь, взлетели, поднялись в воздухе мои рамы, полетели туда на улицу. Люди скупили полиэтиленовую пленку, чтобы временно утеплиться. В Челябинске ночью обещают минус 20. По разным оценкам специалистов, этот метеорит мог весить от нескольких килограммов до нескольких тонн. В районе Челябинска оно, видимо, перешло сверхзапоевую скорость, и поэтому там была мощная ударная волна, которая натворила эти чудеса в Челябинске. Сейчас восстановлена предварительная траектория падения небесного тела. Сначала вспышки в небе были зафиксированы над Казахстаном. На этих кадрах, снятых в районе города Кастанай, видно, каким падение метеорита видели наши соседи. Но по эффектности появления в атмосфере Земли он, безусловно, войдет в историю. Родион Антаков, Николай Старостин и Дмитрий Комов. Вести Свердловская область.